Пару слов для моего блога. Привет, я Дима Ковпак. Сегодня находимся на одной из розничных точек человека, который в январе... Нет, в феврале, да? В феврале познакомился со мной на живом мероприятии. До этого работал челюстно-лицевым хирургом и продолжает работать. Является одним из лучших, вообще ведущих хирургов в городе. Я подумал, что хотелось бы еще попробовать себя в предпринимательстве. Прошел обучение. В мае получил первые свои электровелосипеды. Не побоялся войти в нишу, в которую большинство побоялись ходить из-за того, что сезон, скажем так, уже начался. В итоге, скажи пару слов, Слав, сколько ты велосипедов продал с мая? С мая месяца мы продали 53 велосипеда в Украине. 53 велосипеда, электровелосипеда. При том, что средний ценник вообще электровелосипеда в Китае составляет около 500 долларов. Скажи, пожалуйста, при чем вы продаете? Самая дешевая цена 1650 долларов. 1650 долларов. Была. Сейчас уже будет дольше, потому что мы проработали комплектацию, начинку, модели разные. Сейчас будет гораздо дороже. Будет где-то от 2000 долларов. От 2000 долларов. Но в чем суть? Дело в том, что китайцы вообще делают велосипеды на свое усмотрение. И эти велосипеды не всегда соответствуют тем ожиданиям и требованиям, которые есть у наших покупателей в странах СНГ. Если вы не сделаете то, что сделал Слава со своими партнерами, не проработаете качественно продукт, не сделаете его таким, чтобы пользователям он нравился, чтобы им хотелось пользоваться, кататься на нем и получать массу удовольствия, то, скорее всего, у вас не будет высоких результатов и ваш бизнес быстро раздуется. Скажи, Слав, что ты считаешь основополагающим для того, чтобы твой бизнес рос в следующий сезон и какие у тебя есть цели на следующий сезон? Основные качества – это, я думаю, что надо однозначно работать с качеством товара, учитывать пожелания людей, клиентов. Вы взяли отзывы со всех, кто вас купил? Мы прислушивались к тем, что хотят люди, что их не устраивало, какие пожелания, какие недоработки, и каждый день над этим работали. И? Ну, пришли вот к такому результату за три месяца. Это значит, что в следующий сезон ты собираешься продать сколько велосипедов? Я думаю, от ста точно. От ста. Это значит, сгенерируешь как минимум оборот в 200 тысяч долларов. А куда потратишь? В развитии дальше, потому что на сегодняшний день мы уже продаем не только велосипеды, мы продаем весь электротранспорт, который новый интересен. Я знаю, что ты еще продаешь в Дубае теперь. Да, у нас открылась точка, я нашел партнера, и мы поставляем в Дубае сейчас электротранспорт. Сколько стоит доставить один килограмм веса под ключ в Дубай из Китая? 3,75, это электротовар. Электротовары по тарифу 3,5 доллара. Здесь, кстати, со мной еще находится Игорь. Всем привет. Игорь, автор канала Китай рулит. У него, вдумайтесь, более 1 миллиона подписчиков. За ним где-то ходит Юра. Юра наш мастер видео. Вот, собственно, мы сегодня хотим вам вообще рассказать о том, как каждый из вас может в какой-то момент, неважно, чем вы занимаетесь, прийти к предпринимательству, найти для себя подходящий товар. Исследуя правила, продавай хорошее, продавай качественное, и делай это дорого. Ты сможешь заработать нормально денег. Я желаю... И поменять свою жизнь. Да, и поменять свою жизнь. Я желаю вам иметь силы, энергию, желание поменять свою жизнь. Славе желаю удачи. Скажу так, что для него обучение сыграло определенную роль. Он не знал, как делать бизнес в Китае, он теперь знает. Конечно, ему пришлось потрудиться, он столкнулся с многими трудностями. Его первая поставка застряла и приехала к нему не так быстро, как он... Через 3 месяца. Не так быстро. Наверное, доставка 3 месяца. Не так быстро, как он ожидал. Но сразу после того, как первая поставка встряла, что ты сделал? Заказал вторую. Заказал вторую. Вот это то, что вы должны делать. То есть, если у вас какая-то проблема, то вы не должны на этом останавливаться. Вы должны идти дальше. И не останавливаясь, только так вы сможете получить большие результаты и действительно поменять свою жизнь. Меняйтесь, двигайтесь. Тебе слава, успехов. Смотрите интересные обзоры, тесты на канале Игоря. И мы поехали кататься на велике. У тебя Феррари? Да, вот. 350 лошадей. 350 лошадей. Полный привод. Полный привод. Ну, жги. Классно. Ну, что тебе больше нравится? Рейнджровер или электровелосипед? Это разность совсем. Не, ну вот он просто внешне выглядит таким, ну, большим, тяжелым. А когда ты на нем едешь, очень легко, ну, он прям какой-то такой легкий, хотя бы внешний. Тебе надо продавать больше велосипедов женщинам. Причем... Мы запустили новую линейку красок, расцветок, уменьшили вес, сделали гидравлический тормоз для более легкого нажимания мизинчиком. Ключевое слово, которое нужно использовать в продаже, это большим. 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 Игорь снимает обзор велосипедов для своего канала и подписчиков. Сразу скажу, что на его канале Китай рулит один миллион подписчиков. Вот и сегодня снимаем рассказ о том, как Слава пришел в предпринимательство и вот привозит такие классные товары.